Привет. Российский Озон магазин, да, то есть их бывает... Озон это у нас торговая площадочка и вот на ней есть магазин с доставкой из России вот этих вот компонентов Саншайн Кассет и Сумц цепей. Причем завод-отоправитель, ну ребята работают напрямую от завода, и завод-отоправитель вот этого дела также предлагает на продажу вот эти цепи. Соответственно, можно сделать от этого вывод, что Сумц, вот эти цепи Сумц, это у нас непосредственно соответствует кассетам Саншайн Кассеты в целом, будучи оригинальными, являются достаточно ровными и работают в своей группе, ну именно со своими, так сказать, компонентами, достаточно точно. Можно встретить эти кассеты на великах многих производителей. Те же форвард, те же формат. Кто-то у нас еще делает велики. Старк, не помню, ставят ли такие кассеты. Ну, в общем, в целом они себя зарекомендовали неплохо. Здесь, судя по всему, расстояние между звезд ровненькое. Просто сталкивался с тем, что на каком-то из форматов была партия прям бракованных... Потому что ребята писали потом, что с той же проблемой столкнулись партия бракованных кассет, когда расстояние между отдельными звездочками там было... Не соответствовало передаточному в монетке. То есть косяк был именно с тем, что звезду, она не плоская, а ее там зонтиком каким-то образом скукожило. И, соответственно, она не работала. Эта кассета у нас классическая, 9-искоростная, 11-36. Значит, на каждой из звездочек этой кассеты указан размер ее. Ну, в количестве зубов собрана она на винтах. Не превращайте себя возможностью замены отдельных звезд. Хотя, на именно Саншайн я видел на Алике отдельные звезды. То есть укатав какие-то любимые звездочки, вы сможете их заменить отдельно. И благо на каждой звезде подписано количество зубьев. Это на самом деле плюс и плюшка, которую не предоставляют ни Шимана, ни СРМ. Ибо любимые звездочки у многих людей есть, и они прямо вот укатываются в первую очередь из-за износа трех, допустим, каких-то самых активно используемых звезд. Приходится менять всю кассету. То есть, ну, если вы там цените окружающую природу, да, потому что на производство подобного изделия уходит много всякой химии, энергии, то можно будет решать вот таким вот образом. Кассета 9-искоростная, бывает в версии до 40 зубов. Хорошее решение в целом для перехода, ну, для замены, да, если старая износилась. Смысл в том, что независимо от того, насколько долго она протянет, она в любом случае протянет дольше, чем даже самая хорошая цепь. То есть ресурс у звезд кассет обычно втрое превосходит, ну, при условии, что вы постоянно пользуетесь передачами и ездите на всех звездочках. Вот ресурс у кассеты обычно втрое превосходит ресурс цепи. Поэтому и есть истории, когда с одной кассеты используют две цепи, меняя их местами, каждые там условные, там, 300, 500, 800 и так далее километров. В комплекте у цепей идут замочки. На замочках непосредственно написано, на какое количество скоростей они рассчитаны. На самом деле, к звездам, точнее, пардон, к цепям СУМС, как их правильно обзывать, у меня был интерес давно, потому что они на Алике встречались в очень красивых таких аппетитных ойл-слик и тому подобных расцветочках. То есть, в этом плане они интересны, конечно. Изгибается она не так уж и сильно, как, допустим, если берешь поддельную КМЦ-шку, их слишком много, их можно купить везде. То есть, даже в хороших магазинах могут попасться поддельные КМЦ-хи. С этим большая проблема, оригинал прям вот сложно. Как в хороший магазин может попасть поддельная цепь КМЦ, берет человек, покупает, делает возврат, а возврат делает подделкой. В оригинальной упаковке она все остается, но подделка цепи не подошла, все имеет право на возврат. Вернул бракованную, себе оставил оригинальную. Вот вы покупаете цепь в оригинальной упаковке, но цепь подделка. То есть, к сожалению, да, с этим сталкиваются люди. И как с этим бороться, я не знаю. Ну вот, не знаю, есть ли подделки на цепи СУМЦ, но конкретно вот эта цепь, она изгибается не так сильно, как поддельная КМЦ-хи. Это позволяет нам верить в то, что при установке свежей цепи на какую-то трансмиссию, из-за вот этих сильных, из-за сильных перегибов подделок поддельных цепей, точность переключения весьма страдает. То есть, перегибы нужны, то есть, она должна перегибаться, но не слишком сильно. То есть, у этой, так чисто на глаз, переключения страдать не должно. Но цепь в целом выполнена приятно. То есть, это не какая-то там супер лайтовая цепь. Есть необходимые фазочки. Уж простите за мои страшные рабочие ногти. Есть, давайте возьмем вот так вот, нужные скосы. Вот по этой поверхности. Есть вот скос на этой поверхности. Это все вышстамповки, которые нужны. Тут это тоже скопировано с шиманки. То, что нужно для четкой работы переключения. Вот, как на оригинальных КМЦ-шах, здесь нет небольшого зубчика, который предотвращает одно неприятное событие, типа расклепывания цепи. Но просто убрана фаска. Вот в этой зоне. Что тоже должно работать. Больше, можно сказать, лишь только обкатав, испытав эту цепь. Но на обкатку и испытание трансмиссии я не согласился. Просто по той причине, что я очень мало катаюсь. Честно, нет у меня таких пробегов. А прокатать на цепи надо хотя бы 3-4 тысячи, чтобы оценить, насколько она способна выживать в условиях реальной эксплуатации. Когда есть пыль, когда есть лужи, когда иногда попадаешь в дождь. И когда ездишь много. И вкручиваешь, и в подъемы. И с моим весом, конечно, было бы даже 2000 км пробега достаточно, чтобы оценить способность цепи противостоять так называемому растяжению. Ну, по сути, износу. Но, ну нет, я столько не езжу. Поэтому уж простите и довольствуйтесь просто вот таким визуальным обзором. Замочки в комплекте и к 9 и к 11 скоростной цепям они сделаны с защелочкой. Вот в этом месте видно заужение. То есть они будут именно со щелчком защелкиваться и не будут разваливаться, если их просто нажать. Это хорошо, потому что нет риска, что она у вас расстегнется на ходу. С цепью с замочком с РЭМ одного из старых поколений. У меня такая ситуация произошла. К сожалению, я там прыгнул банник, цепь тряхнула, она расстегнулась. Я попытался вкрутить после приземления, но цепь уже была расстегнута. Это ее просто там замотало в колесо, а я получил по колене, коленкой об руль. Вот, то есть неприятная ситуация. Поэтому я теперь обращаю внимание на то, как реализован именно замок, чтобы он именно защелкивался и держался крепко. Выштамповки, кстати, похожи на те, что делает КМЦ. Надпись NEROW то же самое, что на КМЦ, но тут и с UMC именно цепь. Как она себя покажет на практике, это, конечно, другой вопрос. Но, учитывая, что кассеты Sunshine себя показали хорошо, то и цепь, в принципе, от этого же завода должна работать. Зачем выпускать оригинальный бренд, который, кстати говоря, существует уже немало времени и на заводских великах появляется. Нет смысла его убивать низким качеством. Потому что все-таки сарафанное радио никто не отменял. Если ты делаешь плохо, то долго ты на рынке не протержишься. Тебе придется менять бренд. Ну, чтобы делать дальше плохо, просто берется, меняется бренд. Люди знают, что какой-то бренд плохой. И все говорят, что нельзя его брать, не надо его покупать. И вот производитель просто меняет бренд и продолжает тот же шлаг гнать. В данном случае бренд уже очень много лет не менялся. Поэтому есть надежда, что делают качественно. Вот заметь, насколько плотнее упакованы. То есть общая ширина кассеты, она такая же, как у девятки. А, нет, на одиннадцати на один зуб шире будет. Да. Ну ладно, если 10 и 9 звезд сравнить, то на одиннадцати скоростной кассете звездочки упакованы плотнее. То есть они расположены ближе одна к другой. На двенадцати скоростной будет еще плотнее упаковка. То есть у 10 и 11 скоростной трансмиссии плотность расположения звезд одна к другое расстояние между ними примерно одинаковая. А к 12 там просто плотнее сдвинутые. Они не нужны тоньше цепи. И нужна более точная работа движения тросиков, более легкая, более точная работа монеток и так далее. И вот все вот эти нюансы, они как раз, скажем так, заставляют меня предпочитать именно одиннадцати скоростные. Поэтому я не брал, но 12-ти скоростные тоже существуют. Эти Sunshine и SunSach трансмиссии, они существуют, 12-ти скоростные. Но я брал 11 именно из-за того, что с ними чуть меньше проблем, когда все становится грязным, подизношенным и так далее. То есть это то, что я, в принципе, могу рекомендовать. Именно 11-ти передач. Здесь на кассете у нас также на каждой звезде, я надеюсь, есть... Да, вот они есть, надписи соответствующие количеству зубьев. И учитывая то, что я видел на Алике на днях, есть отдельная возможность приобретать звездочки. Разобрать эту кассету возможность тоже присутствует, ибо она собрана на трех винтах. Самые большие звезды здесь, конечно, склепаны в паук, но они, в общем-то, и изнашиваются меньше всего. Такое решение позволяет сэкономить немножко веса. Вот. 11-я звезда у нас как раз она выходит немножко за пределы барабана. Но 11-е... Точнее, 11-ти скоростные дорожные... Вот это МТБшная версия. Это важно, потому что есть еще 11-ти скоростные дорожные, и у них шире вот эта часть, то есть шире сама кассета вся целиком, то есть там не просто одна звезда добавлена, там даже барабан нужен длиннее. Именно для дорожных. Для МТБшных такая кассета, что 11 скоростей, что 9 скоростей, что 10 скоростей, они встают на обычный барабан, на котором стояла 8-и, или 9-и, или 10-и скоростная кассета. То есть если вы там планируете переделку, то не переживайте. И 12-ти скоростная МТБ, именно МТБ-версия не роуд, не шоссейная, а именно МТБ-версия, они спокойно подходят, совместимы полностью со всеми барабанами. Ну, кроме 7-и скоростного барабана, который там просто короче на одну звезду. Вот. Там придется колхозить. Ну, лучше поменять втулку, на самом деле, если она у вас вдруг с 7-и скоростным барабаном. Вот. Что про них еще добавить? Локринг у нас стальной, и добавить, наверное, остается только про вес. Это у нас 11-40 на 11 скоростей. Немаленький вес. Инерция. Ну, то есть тут важен, скорее, не тот вес, который вы на велик повесите, а сколько инерция. Потому что большие, допустим, если бы здесь было даже 50 зубов, то есть здоровенная сковорода, тяжелые кассеты, когда вот ты разгоняешься довольно быстро, с высоким каденсом, быстро крутишь педали, потом перестаешь их крустить, из-за вот этой массы кассета продолжает крутиться вперед, и цепь такая проседает, лапку переключатель поддергивает, и в итоге ты слышишь, такое бряканье сзади лютое. Ну и взвесим вместе с пластиковой проставкой кассету на 9 скоростей. 410 грамм, да, вишь? Меньше зубов на самой большой звездочке, меньше самих звездочек, и вес, соответственно, уже прилично отличается. То есть здесь у нас будет разница не только в, скажем, модности и стоимости всей этой истории, но еще и в весе, потому что 11.40 кассеты существуют, и, ну, 9 скоростные, и переключатели в сенсах могут работать с такими кассетами, в отличие от переключателей Shimano, они только на тот Shimano и SRAM, они рассчитаны только вот до 36 зубов. То есть вот это 510. У нас получается, ну, если я взвешиваю без этих штучек, потому что их можно заменить на алюмишки, алюмишки сильно меньше весят, ну, и там кому фетиш цветную можно поставить. 390. Разница внушительная. То есть если задача просто сделать сковородку на 40 зубов, то можно вполне взять 9-ти скоростную трансмиссию, сэкономить на этом нормальный денег, и, в общем-то, диапазон от самой большой до самой маленькой вы получите тот же. Да, шаг между соседними звездочками будет, может ограничивать вас где-то в комфортном каденсе, но на весе и на вложенных средствах вы сэкономите ссылку на вот этот магаз на зоне с российским складом, чтобы доставка была быстрая. Я оставлю в описании к ролику. Пока.